Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем в очередной раз проверять адекватные бьюти лайфхаки. Хотя знаете, слово адекватные и слово бьюти лайфхаки как-то ставят по разные стороны баррикад, но тем не менее, сегодня мы будем их проверять. Для этого видео вы прислали мне в инстаграм ссылки на всевозможные лайфхаки, которые вы только находили. Но, конечно же, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал, так, включай себе удавление о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Возможно, вы спросите, почему я в медицинской маске, а я вам отвечу, потому что я как бы доктор туш. Доктор туш спасет твою туш. Для спасения туши, судя по лайфхакску, нам понадобятся капли для глаз. Для глаз или для линз, неважно, что они в этой категории. И ваша старенькая, подсохшая, полумертвая туш. Сейчас мы будем проводить реанимацию туши. Поехали. Если вы спросите, какого хрена у врача туши черепа на маске, я отвечу, что не такой уж я и хороший врач. Да. Так, для начала мы попробуем на руке. Вот прям рядом вот с этим. Ну, я не могу сказать, что я вижу какую-то сильную разницу. Хотя, знаете, нет, все-таки она есть. Сейчас я хочу рассказать вам кое-что на тему волос и красоты. Как вы знаете, я очень хорошо и сильно ухаживаю за своими волосами, потому что выбора у меня нет. Ибо не могу я похвастаться тем, что мои волосы от природы идеальные. Я пробовала кучу средств ухода. И вот недавно я начала использовать гамму стойкость цвета от Ивраше. Ивраше это растительная косметика. Я всегда хорошо относилась к этому бренду. И вот недавно моя подруга посоветовала обратить свое внимание на их ассортимент. Оказалось, что они обновили все свои продукты для волос. Теперь они имеют более усовершенственную формулу и уже эффект не заставит себя долго ждать. Я заметила, что уже через неделю мои волосы стали более блестящими. Я надеюсь, вы через камеру все это видите, как они вот прям поблескивают хорошо так. Красота волос начинается с их здоровья, поэтому в новой гамме целых два растительных компонента. Один отвечает за здоровье волос, агава. А второй за их красоту. А еще у них есть много разных и интересных средств. Например, уксус для волос или скраб для кожи головы. Которые, кстати, очень тяжело найти, я вообще не понимаю почему, так как продукт это достаточно важный. Еще мне очень хочется попробовать гамму восстановления для сухих волос. Очень рекомендую обратить внимание на их серию. Формулы продуктов минимум на 90% состоят из ингредиентов натурального происхождения. Не содержат силиконов. И каждый найдет гамму, подходящую именно ему. Правда, не уверена, что у меня получится, а знаете почему? Потому что у меня, как вы видите, брови-то достаточно плотные сейчас. Помню, как меня раскритиковала недавно девушка, которая делала мне коррекцию. Такого удивленного лица я еще ни разу не видела. В общем, сидела как-то в ночи, точила карандаши, не смешная шутка, не знаю какого года. Вот, и решила себе половину бровей оттяпать, потому что подумала, решила я, что хочу другую форму брови. И в какой-то момент пришлось, вынужденно понимать или меры, пойти было к бровяному мастеру. И она офигела. И сказала мне, мазаться маслом усьмы. Я без понятия, работаю маслом усьмы или нет, потому что сейчас только второй день с момента начала наших взаимоотношений. Поэтому, короче, я заболталась. Давайте приступим к бровям. А если вы хотите знать работу масла усьмы или нет, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я в последнее время имею тенденцию рассказывать что-то полезное. Но нет. На бровях рисуем кружочки. Очень неудобно рисовать кружочки, когда у тебя длинные брови. Вы можете сказать, ну зачем тогда ты вообще стал делать этот лайфхак, если все так плохо? А я вам отвечу, да? Потому что вы мне так часто присылали, что я чувствую уже ответственность за то, чтобы его проверить. Даже на моих густых бровях. Что-то мне уже подсказывает, что это не сработает в моем случае. Ну что ж, теперь нужно обвести все эти кружочки. Прямо как построение фигур в художественной школе. Можно вот просто молотно смотреть в экран. Потому что иногда это лучше, чем тысяча слов. Вот что, дети мои, происходит, когда у тебя вместо ручек лапки. Ой, нет, это даже не лапки, это клешни. Вы знаете, что самое странное? Точнее, даже не странное, а что самое, в общем-то, интересное? Это лайфхак-то реально работает. То есть я ставлю ему 10 по шкале 10 из 10. Просто за счет того, что у меня у самого очень сейчас темные брови. За счет того, что они сейчас реально очень плотные. Потому что я их отращиваю, чтобы снова испоганить. Поэтому я, конечно, сейчас поправлю все это добро консилером. Но если у вас, например, не очень насыщенные темные брови. Или если у вас вообще просто мало бровей, или они жидкие. То вам реально, я думаю, попробовать есть смысл. Попробовать это очень легко. Кажется, гораздо легче, чем на видосике. Я думаю, вам зайдет. А я пойду исправлять все эти косяки. Как вы знаете, в Корее существует огромное количество всевозможных. Штук, которые нацелены на то, чтобы исправлять эту погрешность вашего лица. Эти штуки достаточно непросто найти в России. Поэтому для нас есть лайфхак со скотчем. Ножнички. И отрезаем очень-очень маленькую вот такую вот кусочечку скотча. Еще даже меньше, чем я сделала. И накладываем ее прямо на веко. Я, правда, вообще не понимаю, как это теоретически может помочь. Но давайте посмотрим. Окей, вот, допустим, эта складка, которая мне нравится. И вот ее нет. Теперь мой глаз выглядит как-то так. Это максимальная степень его закрывания. Ладно, давайте попробуем еще раз. Сделаем эту штуку потоньше. А, знаете, что я придумала? Давайте как раз протестируем скотч. И вот это вот как раз корейскую штуку. Потому что они у меня прям есть. Прям супер маленький кусок. Сейчас отрежу супер маленький-маленький. Вот оно мерзкое, поганое, клятое провисание. Я не знаю, почему, но когда я клею скотч, у меня веки становятся вообще жестко асимметричные. Че это такое? Ну ладно, для симметрии я, конечно, нормальный глаз тоже сейчас это сделаю, но выглядит крипово, согласитесь. Прям страшно. Ну, так как мы люди за объективность, я хочу сказать, что да, если на оба глаза наклеить, то глаза выглядят иначе, и век окажется более большим. Но все равно как-то получается достаточно асимметрично. Вот это вот и вот это, они совершенно как будто бы разные, и скотч, если честно, колет вот этими вот своими штуками, поэтому я его сниму. И давайте попробуем сделать нормальную фигню и проверим. Ровно по такому же принципу, прям вот на эту вот складку, которую хочется убрать. Ну, вот это уже другое совершенно дело. Оно выглядит совершенно иначе, хотя все равно, конечно, при близком рассмотрении палится и видно, что у вас какой-то пластырь налеплен, но в любом случае это хотя бы не делает больно глазу, и прикольно, короче. Давайте второе сделаем тоже этой штукой. Ну вот, совершенно другое дело. Прям реально совершенно другое дело, и совершенно не сравнится со скотчем. Попробуйте сделать это на себе и напишите ваши отзывы, потому что мне реально интересно. Но мне кажется, этот лайфхак не работает, поэтому пока что я просто его отшвыриваю. Поехали дальше. Прикладываем ложку прям сюда, вот каким-то таким образом. И погнали делать растушевку. Прям пока вижу, мне все нравится. И прям вот сюда-сюда, потому что они делают какие-то такие странные а-ля эффекты. Что скажу? Пока все хорошо. Давайте попробуем второй глаз. Нет, это определенно очень интересный способ. С керлером мне нравится больше. Я рассказывала в одном из моих тоже проверок. Beauty Lifehack. Но это реально тоже очень хорошо. Получается достаточно прямая такая красивая линия. Смотрите поближе. Прямая вот она совершенно линия. Очень хороший растушевок. Ложка работает. Возвращаемся к проверке того. Lifehack. Я, правда, сказала на бровях. Я меня обду на ресницах, но вы это, я думаю, без меня понимаете. Вы знаете, это удивительно, но этот лайфхак работает. Единственное, что мне кажется, но это не точно, потому что давно не пользуюсь этой тушей, то, что она немного изменилась. В том плане, что раньше она давала больше объема, а сейчас она дает именно удлинение и очень хорошее разделение. То есть можно сказать, что я только что получила новую тушь. Короче говоря, лайфхак рабочий. Он классный и вообще мне нравится. Осталось только потереть эту вот грязь, которую я развела. Но это, извините, все потому что у меня... Для проверки следующего лайфхака предварительно нужно будет лицо немножечко тональным кремом покрыть, просто в противном случае ничего не сработает. Поэтому я сейчас быстро пройдусь кушаном. Я нанесла немного тона, прям самую малость. Теперь нужно попробовать нарисовать контринг. Как-то, как будто, знаете, угадаю или ссай снимаю прямо сейчас. Что-то мне подсказывает, что у них кремовый контринг. Ну да, конечно, это не будет работать. Зря только изговняла я свою контрирующую палетку. Итак, попытка номер два. Что-то мне кажется, эта затея какая-то тупая. Если этот лайфхак будет не рабочий, то это будет очень тупо, потому что прям жалко, я скажу. Оп. Хорошо. Линия получилась. Она грязная, но она получилась. Я думала, что даже этого не произойдет. Так вот, да. И просто растушевать. Пробуем. Формально лайфхак работать, потому что нос суженый, как бы, да, реально я вижу разницу между тем, что было и тем, что стало. Неформально выглядит грязно, но, возможно, это моя проблема. Сейчас постараюсь как-то эту грязь сделать, что более адекватное. Но в целом, что-то на удивление, это работает. Хотя я не могу сказать, что лайфхак облечил как-то мне жизнь, по-моему, столько усложнил. Я не знаю, какой-то оценку этому лайфхаку, потому что он с одной стороны, как бы, работает, с другой стороны, как бы, а надо ли вообще? Чтобы помада заложилась на губки идеально, нужно не просто красить губки, особенно, если они у нас чутка обветренные и не в лучшем виде, а сначала использовать маску. Как раз у меня тут по случаю есть вот такая вот маска. Хотела ее протестировать в Инстаграме, но ладно, протестирую ее здесь, а в Инстаграме что-нибудь другое. И прежде чем приступим, нанесем сначала маску на губы. Ммм, это я дикую. В общем, я сняла эту штуку. Кстати, очень неплохой эффект, мне кажется. Прям приятно на губах, на самом деле. Можете обратить внимание на вот эту вот штуку. Жаль, конечно, что в упаковке только одна идет, потому что, ну, сами понимаете. Теперь следующий степ у нас зубная щетка. Типа, чтобы счистить все шелушинки. И под конец увлажняющая помада. Дадим губкам буквально несколько минут, и потом будем делать макияж губ. Ну да, достаточно симпатично. И вот вместе со всем этим комплексом, а-ля привести свой губ в идеальный вид, очень даже неплохо. Короче говоря, мне прям реально понравилось и зашло. Хотя, если честно, это не самая простая практика. И будь тут у вас какая-нибудь супер плотная, знаете, красная, например, карандашинка для губ. Думаю, было бы все не так просто. Что ж, на этом сегодняшнее мое видео подходит к концу. Но не отчаивайтесь, потому что следующее видео будет уже совсем скоро. И, конечно же, если вы не смотрели мои предыдущие видео из этой рубрики с проверкой бьюти лайфхаков, обязательно смотрите их. А я вас очень сильно люблю. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. Смотрите вот это видео. Пам. Эти брови сделали меня красивее. А-а-а, я сейчас смотрю на себя и офигеваю. Совершенно ужасно и отвратительно. Вот и факт просто.